друзья всем доброго времени суток рад приветствовать на канале у нас сегодня очередной ржаной хлеб похоже на рижский но это не рижский и так что же у нас будет в этом хлебе и так я приобрел себе новые виды солода и так у меня будет ржаной не ферментированный а также ячменный ферментированный очень-очень интересный очень вкусный называется бы я его приобрел там где выпекает там где производит пиво магазин пиво на вкус он очень приятный очень вкусный можно солод пробовать на вкус вот мне еще другие виды солода которые делал они более темный этот у меня более светлый и он немножко складковатой и чувствуется мед так у меня будет два вида солода жена мука также хотел показать что у меня тут мин я люблю тмин но те на кого я еще делаю хлеб они не все любят мин поэтому что я сделал я просто себе добавлю в тесто когда уже буду делать свою буханочку добавлю тмин или же можно посыпать наверх тоже придаст свой пикантный вкус также хотел показать у меня тут есть солод жидкий ячменный и также меня есть патока даже по цвету вы видите она черная и я последнее время начал пользоваться не патокой а именно солодом во первых он богаче у него вкус патока опять же ее делают из разных видов крахмала она немножко бывает чугарковатая поэтому смотрите сами что вы любите я вот перешел на вот такой сироп сироп ячменный то есть солод он у меня будет вместо патоки в принципе все что мы сейчас делаем мы сейчас сделаем заварку наша заварка будет осахариваться поэтому мы взяли муку я делаю на 3 буханки хлеба поэтому имейте ввиду в рецепте я укажу на одну буханку муки у меня все про все 700 грамм на одну буханку включаем муку которая буду использовать для закваски так что 700 грамм муки находится также количество муки которая будет закваски все в принципе мы добавили мы добавляем также наш солод солод ферментированный давайте мы сейчас это все замешаем таким образом отлично запах этого солода друзьям просто невероятный это просто красота вау уже запах я очень рад что приобрел эти разные виды солода и так сейчас мы добавляем муку эй муку извините кипяток а наш не ферментированный солод мы добавим чуть позже и так добавь добавим наш кипяток который мы уже закипятили и так нам нужно на три буханки хлеба и это у нас 1155 мы сейчас еще раз перепроверим 385 1215 так мы добавляем наш кипяток это по сути практически вся вода которая у нас будет в хлебе ну не считая конечно жидкость которая будет у нас в патоке и так 1215 все так что нам нужно сделать сейчас давайте вот это дело все да мешай Продолжение следует... И мы сейчас добавим наш неферментированный ржаной солод. Это у нас на 3 буханки, каждая буханка по 700 грамм. Друзья, мы замешали нашу заварку. Вот она. Заварки у меня 25% от общего количества муки. Это большое количество для заварки, но именно этого я хочу. Все. Заварка у нас... Ой, какой у нее запах, друзья. Великолепный. Все. И мы оставляем нашу заварку сейчас на осахаривание. И она у нас постоит где-то примерно от 5 до 6 часов при температуре 65-70 градусов в мультиварке. Сейчас я всю эту смесь переложу в свою мультиварку. И у меня будет осахариться эта заварка. У нас сейчас день. Она у меня осахаривается. Потом она у меня остывает. Я убираю в холодильник. И завтра утром я уже буду сбраживать эту заварку с помощью как раз закваски, которая у меня подойдет за ночь. Чтобы она набрала очень хорошо свою кислотность. Чем больше стоит закваска, тем, в принципе, она становится более кислой. Нам нужна как раз кислотность в ржаном хлебе. Это, в принципе, то, чего мы стараемся избегать в пшеничном хлебе. Поэтому в пшеничном хлебе закваска долго не должна стоять. Как только она подошла, сразу ее нужно использовать. Все, друзья, перекладываем в мультиварку. И встречаемся уже завтра, когда будем сбраживать нашу заварку с помощью закваски. Друзья, доброе утро. Наша закваска и наша заварка подошли. И мы сейчас будем сбраживать нашу заварку. Итак, давайте ее возьмем. Вот наша заварка. Вот такой у нее аромат, друзья. И мы сейчас ее будем вытаскивать. Вот она. Так, мы вытащим сейчас полностью нашу заварку. Обратите внимание, заварка не черная. До этого у меня еще один из золота. Он темный. Ферментированный айт. Такой шоколадный цвет. И мы сейчас... Все. Берем нашу закваску. Чувствуется, что она очень хорошо постояла. Вот она. Обратите внимание, какая она готовая. И мы ее... Тоже добавляем. Она стояла... У нас примерно 15 часов. Это закваска со вчерашнего дня. Все. И... Мы сейчас будем это дело... Замешивать я оставил где-то на 4 часа... 4,5 часа на сбраживание. Так, берем миксер. Который. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, все. Я очень доволен своим новым миксером. Он очень хорошо работает, в отличие от прошлого, который у меня дважды ломался. Я его чинил, но, к сожалению, опять поломался этот. Хороший. Все, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша заварка и наша закваска, мы их объединили вместе. И оставляем на сбраживание при температуре 30 градусов примерно на 4-5 часов, в зависимости, как все подойдет. Все, друзья. Все готово. Закрываем и вернемся сюда, уже будем замешивать наше тесто. Будем добавлять все остальные ингредиенты. Это мука, это жидкий солод, ну и соль. И, да, мука, жидкий солод и соль. В принципе, все, друзья. И увидимся, когда будем добавлять остальные ингредиенты. Друзья, наша заварка сбродила. Мы ее... Обратите внимание, какой она. Запах просто великолепный. Посмотрите, как она выглядит. Она у нас поднялась. И очень хорошо заварка мы сбродили с помощью закваски. И теперь, что нам нужно? Нам нужна соль. Мы добавляем соль, друзья. Мы добавляем жидкий солод. Вот оно. Давайте мы его добавим. 5% от количества муки. Мы делаем 3 буханки. Так что... Мы сейчас возьмем немножко водички. И с помощью водички, остатки солода. Немножко воды. Все, друзья. И нам это дело нужно хорошенько перемешать. Для этого мы возьмем миксер. Все, больше на миксер не нужен. И мы сейчас будем добавлять муку. Мука ржаная. И также 15% это первый сорт. В моем случае это хлебная мука. С высоким содержанием белка. И мы добавляем муку. И теперь начнем завешивать. Аккуратненько. Я очень рад этому скребку. Очень хороший скребок. Как раз для большого количества. Так замешиваем. И я покажу, как будет выглядеть тесто после замеса. Друзья, наше тесто мы замесили. Хочу показать, как оно выглядит. Вот такое оно мягкое. Но при этом держит форму. Наш хлеб будет в формовой формах. Поэтому за влажность теста мы не очень переживаем. Хотите делать подовый. Для этого делайте более тугой. Но у меня в данном случае 70% влажности. У меня духовка небольшая. А если я делаю подовый, то идет по одной буханке. А если в формах, то я могу форму поставить сразу две в духовку. И благодаря этому у меня экономится время для выпекания двух буханок. Так бы я выпекал 3 часа в 3 буханки. А так у меня выйдет где-то час 30 все три буханки. Итак, друзья, вот наше тесто. Оно очень прекрасное. Итак, мы сейчас оставляем его на брожение примерно на 2 часа. Потом у нас будет расстойка около 40 минут. И мы закладываем наш хлеб в вытечку. Итак, в этом хлебе у меня нету никаких специй. Почему? Потому что я хлеб делаю не только для себя, но и для друзей. Поэтому не все любят специи. Так что вы можете, когда будете формировать, посыпать хлебушек в тесто, именно в вашу буханку. Или же сделать без специй в самом тесте, а только посыпать специи сверху. Поверьте мне, хлеб будет очень вкусный и без специй. Почему? Потому что, во-первых, мы положили два вида солода. Первый, не ферментированный, с жарной. Потом ячменный, особый. Это новый солод, который я сегодня пробую. У него запах меда и сухофруктов. Ну и также мы еще положили жидкий солод ячменный, у которого просто великолепный вкус. Поэтому хлебушек у нас будет невероятно ароматный. Я это уже почувствую. Все, друзья, закрываем на расстройку. Где-то два часа, может быть, полтора. В зависимости от температуры нам нужно, чтобы тесто поднялось хотя бы где-то вот досюда в полтора раза. И потом будем его формировать. Друзья, тесто подошло. И сейчас мы будем его формировать. Хочу показать, как оно подошло. Подскорбило оно полтора часа, а не два часа. Температура у нас более-менее нормальная. Вот как подошло. Так, давайте еще и хорошо тесто. Наше тесто вывалим и начнем формировать. Так мы будем формировать не с мукой, а влажное тесто. Чтобы оно не прилипало. И так. То же самое сделаем со скриптом. Мы подденем, чтобы хорошо тесто вышло. Обратите внимание, какое прекрасное тесто. Запах у него, друзья. Просто великолепный. Так мы сейчас поделим на три части и будем его формировать. Так мы поделили на три части наши буханочки. И мы сейчас будем их формировать. Немножко воды. Немножко воды. Так, первая готова. Мы сейчас ее будем укладывать. Первая готова. Мы потом будем подравнивать. Следующая буханка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу вам показать все три буханочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Первая буханка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас его завернем в пакеты. Так. От 40 минут до часу этого будет предостаточно. Так, встречаемся, когда будем... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, хлебушек готов. Вот как он воссталялся. И что мы сейчас делаем? Мы посыпем семена. На один хлеб я только сделаю мак, а на другие два делаю также тмин. Потому что один из хлебушков, тот, кому я делаю, не любит специи. Так, сначала мы опрыскаем наш хлебушек, чтобы семена хорошо прилипли. Итак, первое, что мы делаем, мы посыпем мак. Очень вкусно, я люблю мак. Сыпать на хлеб. Также на ржаной. Это очень вкусно. Поэтому попробуйте. Итак, мы посыпали, друзья. И сейчас сверху еще раз сплеснем. Сюда же мы делаем чуть-чуть тмина. И на этот немного, чуть-чуть вот так. этого будет предостаточно. И сверху также мы насыпем наш мак. и потом побрызгаем. Я поставлю сразу три буханки, потому что у меня духовка позволяет именно в формах поставить сразу три. Выпекать мы будем 40 минут. 10 минут на самой высокой температуре. Мы сейчас проверим, сколько у меня температура духовки. Побырганы. Отлично. Итак, мы сейчас проверим нашим термометром, сколько же... 279. У меня температура камня. А сама духовка тоже 278, друзья. Хорошая температура для жирного хлеба. Если у вас есть 300, это вообще отлично. Итак, первые 7-10 минут мы будем держать при высокой самой температуре, а потом добавляем на 190. Полчаса и так ставим наш хлебушек. Друзья, наш хлебушек готов. Мы его вытаскиваем, отключаем духовочку. Будьте аккуратны. И давайте обеточим каждый хлебушек. Опа! Первый. Второй, друзья. А вот третий. Красавчики. Итак, даем полминутки остыть и вытаскиваем их из формочки и даем им остыть до завтра. Будем резать и смотреть. Друзья, добрый день. Наш хлеб уже созрел и мы давайте его сейчас порежем. Вот как он выглядит. Красавчик. у него аромат, друзья, просто невероятный. После выпечки он еще стоял сутки и вот мы хотим его порезать. Вау! Друзья, посмотрите на хлебушек. Здесь вам видно просто ой, как у него аромат. Так, порежем и попробуем. Дегустация, друзья. Какой он невероятно вкусный, душистый. чувствуется очень хорошо аромат солода, который я использовал. Друзья, кофе, кофе. Мы возьмем также варенье. Варенье мы взяли вишневое. Мне оно очень нравится. Итак, давайте делаем это вот так. так вот. Ой, друзья, хлеб просто нету слов. Он такой ароматный, он такой вкусный и чем дольше он стоит, тем вкуснее он будет. Так, варенье сюда и сюда. Друзья, как я люблю. Экспрессо и вместе с давайте попробуем. Друзья, это не слов. Хлеб очень получился вкусный, прекрасный. Обязательно сделайте и потом расскажете. Варень, нету слову.